что давайте поговорим о том какое есть оружие какой вообще принципе уровень в игре до максимально не максимально да ну в районе вот 30 уровня у вас принципе будет персонаж то есть поэтому можно порассчитывать дальше какое снаряжение дать из оружия начнем и поедем по оружию вот дезинтегратор да то есть оружие электрическое это типа заявлено как одна из последних пушек которая будет которая вам будет выпадать смысл в том что это электрический пулемет вот у него 100 патрон читал покажу это электрический пулемет против роботов как я уже говорил что здесь два вида основном оружие это электрическая да и баллистическая то есть против людей против роботов это вот один из последних пулеметов у вас как бы говно стоит ли его качать я считаю не стоит и нигде он довольно таки слабый на самом деле из-за того что приходится вот этим лучом чтобы убивать вам приходится прям по врагу выцеливать да это не получится у вас это делать вас быстро будут убивать поэтому качать я его не советую хотя и оружие одно из последних дальше доминатор доминатор это у нас пулемет такой можно сказать легкий пулемет на 100 патрон очень неплохая штука дается где-то ближе к середине игры и для того чтобы разваливать людей пехоту обычно да он очень-очень хорошо подходит с обычная пехота сидится прав раз-два-три но они низкоуровневые да побочные квесты проходить еще что то то есть такую пушку можно подкачать и принципе она вам патрон много да бедра можно отстреливать так далее она вам пригодится можно качать но ни в коем случае не качать ее до 3 уровня это бесполезно она вам в конце тоже с третьего уровня навряд ли пригодится поехали дальше доминатор силовик силовик это электрическое ружье которое бьет по очередью по несколько патрон самонаводящийся хорошая штука на самом деле с ней это много проходил ее дают где-то тоже ближе к середине игры и в принципе она неплохо роботов убивает и я с помощью нее проходил пауков потому что пауков оружие которое баллистическое не берет вообще абсолютно вот но зато вот такое оружие полка убивает хорошо из энергетического оружия это наверное самое лучшее самое лучшее оружие скачать обязательно стоит качать его нужно на второй уровень до второго уровня можно если прям очень много у вас ресурсов можно на 3 качать с ней вы будете бегать и я советую бегать следующее оружие это у нас миниган знаменитый да ну к сожалению к сожалению миниганы в игре представлены очень слабо почему потому что вам придется видеть его даже 6 уровня зачем тратить время чтобы вот так ходить пытаться даже 6 уровня убивать да выглядит прикольно там так вот он бегает стреляют видите подвижности динамики очень мало перезарядка долго динамики мало и к сожалению за этого оружия бесполезно его можно применять только как я уже говорил когда вы используете защитные поля у вас полностью сборка на машин ганера но я вас уверяю что в игре у вас появится вот такая снаряжение ближе концу игру карманный робот и там вот на играйте с пулеметом за глаза вот там будет прилетать к вам здоровый робота у него садитесь с миниганом ходите убивать а так к сожалению бесполезная штука как бы не хотелось с ним поиграть кусок говна качать его максимум я даже смысла не вижу только если вы играете за пулеметчика и вам прям в кайф выходите в этом поле в броне восстанавливаетесь так далее астрадобилка то же самое что и миниган вот очень низкая скорострельность сожалению и маленькая подвижность бегать с ней неудобно прыгать неудобно перезаряжать можно качнуть можно качнуть но тогда вы не качайте минигана бегаете например с астрадобилка я стреляю тогда вот так в середине игры вам ее дадут кажется что классная но на самом деле кача она не стоит к сожалению все оружие вы прокачать не сможете дальше из-за оружия что у нас идет отдача очень неплохая штука на самом деле для убийства людей вот то есть против роботов она естественно никакая да по людям она довольно таки неплохо разваливает очень хорошо самоградящийся то есть можно и подкачать тоже дают ее где-то в середине игры и если вы играете как штурмовик да я уже рассказывал про сборки у вас довольно таки классно она стреляет неплохо урон у нее хорошие можно раскачать вообще в игре здесь рулят оружием то есть если вы хотите проходить не мучаясь до комфортно проходить в игре здесь как бы ружья вам самая оптимальная поэтому берите ружья либо конечно можно играть классическую роль какую-то отбирать там пулеметчик вот видите самодавлящийся отлично работают конечно низкоуровневые ребята вот эти все-таки качать ее стоит до 2 уровня но не думайте что прям это будет то с чем вы будете бегать навряд ли вы с этим будете бегать скорее всего просто будете использовать для уничтожения для уничтожения противника любую так дальше дальше смотрите что у нас дальше отдача подачи сказал то есть это вот видите это уже то которая реально стоит прокачивать на самом деле дальше это у нас персейдер да вот относится к пулеметчиком это такой знаете вариант переходной то есть переходной вариант пулемет с которого микроузи да с которым побегаете и забудете потому что смысла в нем никакого нету вблизи вы себе не можете позволить чтобы к вам враги подходили вот то есть это такое оружие как бы переходящие больше пока у вас не появится большая пушка вот жара уникальный пистолет который поджигает довольно таки неплохая штука можно его замаксить самом деле можно его и замаксить если хотите и бегать со снайперка то есть он универсальный огненный огненный урон здесь в игре является универсальный все он подходит по многим многих персонажей убивает очень мало от него защиты вот я уже рассказывал там какие подходят оружия друг друг соответственно естественно какие что мы делаем вывод вот пистолет он подходит к снайперской винтовки а если вы играете с пулеметом то вам нужно брать так да то есть это все понятно логично дальше по поводу пистолета дальше пистолет идет защитник да тоже базовый пистолет ни в коем случае качать его не надо он вам ничего не даст вот пулемет такой типа винтовка с очередями из припасов наводящийся к сожалению я думал что это классная штука но из-за того что есть другое оружие это вариант проходной качивать и не надо самотоводящийся пули что у вас проблем попаданием не будет такого ведь они как бы залетает в цель якобы до сожалению урона и не хватает и оружие это уже совсем уже ближе к концу будет об этом конце там уже будет сильнее оружие да и в конце вам уже оружие которое просто пулями стреляет а то для вас будет зато здесь не надо вот целиться да просто выстрелить в область противника и вот уже вот и вы уже его убивать пули сами по себе летят довольно таки неплохая быстрая перезарядочек и выглядит видите как-то не знаю прикольно не прикольно такая я если бы это оружие давалось бы пораньше то блин вопросов бы к нему вообще никаких не было можно было бы качать играть его классно превосходство энергетическая винтовка энергетический автомат сказать такой классический который вам тоже в середине игры выдадут к сожалению к сожалению он довольно таки слабенький урон у него маленький даже если вы его замарсить вот намного эффективнее будет винтовка энергетическая которая я до этого рассказывал тоже проходной вариант то чисто на начальных этап это уборщик понятно думаю пистолет пулемет это все ясно проходной абсолютно вариант не заморачивайтесь на нем постреляли покайфовали по уграли на нем ну и все и не нужно дальше делать это чисто вот такой вот момент побегать по проходить какие-нибудь квестики знаете там побочные с ним покайфовать от того чтобы такой алясный сна завис и так далее и к сожалению в конце игре от него пользы будет мало вот видите такой вот кайф сбивает из-за того что врагов маленький уровень да поэтому они умирают а когда враги будут вас одного уровня с вами там двадцатого тридцатого ну конечно вам этот пулемет а так конечно вот покайфовать по бочке по проходить и так далее кстати касаемо задание я вам советую как сделать изначально пройдите просто по сюжетке не исполняйте добавочные задания пройдите сюжетку кайфанить и получите все оружие всю броню и уже после этого наслаждайтесь по бочкой бегать и по милу киберпанка да наслаждайтесь под этим могущества может любого пулемета с автомата наказывать вот этих вот печей всяких и далее и так далее по поводу оружия понятно да такой проходящий вариант вполне постреляли побегали забыли кача не надо энергетический пистолет усмиритель да то есть я смысла никакого нет абсолютно энергетических пистолетов вообще брать как бы не понимаю зачем они ну просто чтобы было чтобы было до пистолет же есть которые пулями стреляют он будет энергетически дальше не нормальная но там ближе к концу такое вот дают вам 100 лет прикольно анимацию очень забавно такой можно на стиле отыгрывать нужно чтобы делать оглушение естественно сыгрей играть вы с ним не будете это понятно дальше гранатомет тритон а на начальных этапах очень плохая штука но к сожалению из-за того что он бьет на дистанцию конечно смысл от него немного поэтому играть вы с ним не будете это я вам гарантирую возвращением заниматься я думаю вы не захотите но только если вы какой-нибудь любитель любитель прям узнает по извращаться вот поэтому качать не стоит можно побегать он по-моему в начале дается где-то и как только появляется обязательно купить и ты просто один из первых гранатометов которые у вас в игре появится гранатомет и самый сильный заступник тоже самое пистолет пулемет покайфовать уграть вот это вот поделать вот это вот видите 18 это уже критически а роботов никого не убивает ничего не делает просто вот под настроение вы там хотите по унижать кого-то вот так вот примерно можно взять ни в коем случае качать а я посильнее видите патрон урона много урона патронов дорога много садить дистанция видите здесь везде приходится дистанцию разрывать чтобы вас убивали и враги этим пользуются и вы с таким оружием не сможете на близкой дистанции выдержать долго дальше то же самое что миниган только электрический все то же самое абсолютно все то же самое абсолютно дадут вам его ближе к концу игры вот поэтому вы понимаете почему вы будете его использовать против роботов видите по людям то есть он против роботов не против людей но такая себе история дальше дальше что у нас идет ужас дробовина это штурмовая винтовка это базовые винтовки тоже не качайте ни в коем случае просто автомат возьмете когда появится побегаете попрыгайтесь туда и забудете потому что оружие не качать просто я вам показывал есть сильнее дальше ужас что там еще осталось ну снайперки наши любимые да ну снайперка понятно у вас будет электрическая снайперка да и у вас будет снайперка которая на против по пульту для да да все понятно просто бежите и перейти так цели наверно нет просто бегаете китрике прикольно анимация классно мне очень нравится не более ну то есть если вы играете через снайпера то это вас область будет базовое оружие против того чтобы убивать людей вот также у вас будет переключаться на энергетическую снайперке здесь как прокачиваться на снайперке я уже вам рассказываю видео в этом примерно если вы кайфуете от такого геймплея блин тогда снайперка это ребята ваша история берете снайперка увидите робота переключайтесь на энергетическую снайпер и так далее так далее дальше школу нас еще есть больше снайперов не будет никаких если что вот они два оружия максимально их прокачивать и играть до концерты дробовики дробовики естественно я думаю понятно что дробовики нужно брать с этими с миниганами то есть если вы бегаете с миниганом то бегать и дробовик со снайперка бегаете можете ракет тоже в принципе подойдет вот миниган берете дробовики тогда у вас сочетание идет а сочетание у вас идет по навыкам это вот такой вот навык у вас будет прицеливание чтобы кучность стрельбы сохранить у вас будет миниганик анимация по бомбическая просто анимация конечно да ну естественно вам надо будет скорость перезарядки подкачать опять же дробовики они идут в совокупности с ганами либо можете брать дробовики и ружья но опять же не советую почему не советую потому что потому что без ракеты вы навряд дробовик дробовик пока дробовика рассказал это тоже у нас сразу попадется если будет играть дробовик миниган пожалуйста да есть смысл прокачивать если нет и не надо стиратель тот же самый дробовик энергетический этот огненный а это не огненный этот цифровой кстати довольно таки редко урон цифровой его не так много попадается в игре дальше у нас энергетический дробовик баллистический дробовик и еще один баллистический дробовик который будет как бы помощнее но патронов у него поменьше подавлено ближе середине подает наказывает может кто-нибудь нам попадется по наказывать дробовика и опять же как я говорил что если хотите игру сначала пройдите а потом вы сможете уже использовать ресурсы пройдены до проходить по бочке и по бочке вы можете проходить вообще в любых смотках любым так уже и так далее так далее вы будете просто кайфовать играть но для чего игра я буду отсутствовать вот примерно вот так будете ходить аннигилировать это все и кайфовать это дальше последний дробовик который идет я думаю уже а ну и по дробовикам я вам что сказал все в принципе то есть все логично получается что у вас есть снайперская винтовка и винтовка снайперская против людей и против роботов пулемет миниган против роботов против людей так далее и так далее дальше смотрите что то же является самым имбовым самым сильным в игре абсолютно верно это пг 23 это имбовейшая вещь которую чтобы вам пройти игру вам просто нужно ее обязательно иметь купить так и с помощью игра и максимально ее прокачать как только вы это все сделаете можно будет идти на последнюю миссию так далее последнюю миссию проходить без вот это штуки я не советую скорее всего вы ее заборете там она такая задроченная замороченная там просто авторы которые решили нас забросать так сказать эти человечки забросать нас врагами про оружие вы уже понимаете да то есть вам просто нужно вначале выбрать чего вы хотите снайпером хотите миниганом с дробовиком хотите штурмовиком пожалуйста но при всех вариантах вам будет качать вот этот вот рпг рпг не знаю почему такой дисбаланс в игре сделали создатели потому что рпг делает вот так вам и все самое главное она убивает и роботов хорошо и она убивает людей хорошо она для всего пригодится и босса вы будете последнего убивать и по площади она урон дает ну короче это имба вот это оружие это единственное оружие которое стоит вложить вообще все ваши навыки дальше поехали по поговорим по тактическому снаряжению тут я уже рассказывал турелька херня полная карман на робот поугарать бесполезная вещь потому что у вас есть гранатомет обязательно штука которую вы ставите потому что вам нужно будет лечиться особенно на крайних уровнях где будет мало аптечек все эти гранаты абсолютно бесполезны в конце игры лишь по одной простой причине что у вас есть гранатомет который также бьет по площади дальше по броне по броня просто покажу вам какие бывают до броньки каски такие каски ну понятно что все они мы смотрим на параметры до что они добавляют смотрим на свои параметры которые у нас есть и выбираем то что нам наиболее полезно что нам наиболее добавить по броне конечно могли бы и поинтереснее нарисовать часа просто показываю что есть что будет чтобы примерно понимали видели как она тут все какие тут есть картинки вообще кожа на шляпах что примерно может быть вашему персонажу пригодится что вам нужно примерно может быть качнуть потом так далее вот видим до что что дает вот этот монокль дает крит если вы снайпер то вам монокль бой очки взломщика до 5 что они дают смотрим очки взломщика усиливают какой-то навык они нам усиливают кибернетик опять же то есть это для техника подойдет такое снаряжение и так далее и так далее два газ там в кепке можно бегать щитком ремонтник по туловищу по броне тоже это уже последняя броня в самом конце вам будет даваться такая вот бронь плащ можно с плащом беретесь не сильно хотите причем плащ очень неплохо дает навыков комплекты всякие будете красиво стильно смотреться вот у нас еще тоже это вся броня в конце будет самом конце даваться тоже вот броня ну а это уже просто немножко желтая там фиолетовая в конце а это желтая но она тоже будет в конце даваться поэтому не думать ну и тут базовые броня идут которые вам будут попадаться просто смотрите что по навыкам и то и берете можно кстати если что шкурки брони оставлять то есть в одного из продавцов тоже есть если вам очень нравится такая бронь но вам ее не подходят и навыки по ногам просто дополнение как такие такие мой комплект боевой он тут один сама на визуально прикольно смотрящий куча всяких брюк куча всего что у вас штанцы вот тоже неплохо смотрят то есть опять же смотрите что вам подходит с тема играть дальше по аргументациях уже рассказывал в предыдущем поэтому сильно заострять не буду вот разная история с цифровым уроном тоже ну это знаете такая типа сказать лазейка с цифровым уроном что вот вы например бегаете с пулеметом у вас урон наносится пулями баллистически да но вы типа делаете вот цифровым и он якобы универсальный становится такое себе честно говоря лазерный луч тоже вроде прикольно был пользовался но из-за того что на месте стоите вас убивают то есть здесь пробуйте смотрите я в принципе использовал прыжок и гидравлический удар для того чтобы вблизи противников отбивать от себя плюс массовость противников тоже убивать по массово примерно так все это выглядит я надеюсь если помог подсказала рассказал вот поэтому играть делать